СПАРТАКОВСКИЙ ФУТБОЛ Потому что ты так играешь, ты забиваешь Ходишь в ресторан, ходи Главное забивай, играй У нас был Рамис Мамедов такой в команде Так Олег Иванович Романцев Сам был Рамис, я тебе буду сам наливать Если ты так будешь играть Что вы думаете про телеграм-канал из Заремы И Дмитрия Попова Перестали ходить, потому что вот эта грязь Которая льется отовсюду Плюс нет результатов И как раз многие Даже у меня знакомые, которые ребята Вообще прям фанатели, они просто перестали ходить А кто будет платить по 100 миллионов евро в год? Дзюбан нужен такой сборной? Я не говорил этого Сидел, болел за сборную За нашего Куата болел, понимаете? Очередной выпуск АГОРИШЬ ПОДКАСТ Мы возвращаемся после небольшой паузы И сегодня у нас гостья Которого вы давно все ждали и просили Мы прислушиваемся к мнению своих подписчиков У нас в гостях главный тренер футбольного клуба Астана Андрей Валерьевич Тихонов Добрый день Добрый Спасибо большое, что вы пришли к нам Нам очень приятно Спасибо большое, что пригласили Я знаете, с чего хотел начать? В октябре будет год, как вы живете в Нур-Султане Как вам город? И насколько вы быстро в нем адаптировались? И можно ли сказать, что вы адаптировались? Ну, допустим, не год будет А определенная часть года Потому что в том году мы жили в Алмате Вы сами знаете, что сезон был, как бы, проходил в Алмате И здесь будет не совсем год Но при том, что я в 2009 году Также где-то полгода прожил в Астане Я знаю этот город Как оказывается, знал этот город Но сейчас он очень сильно изменился По сравнению, вот, 12 лет прошло Очень много домов, очень много строений Город вырос Город вырос Город стал красивый Красивый И, конечно же, ну, можно сказать В связи с пандемией, в связи с ограничениями Я практически никуда не хожу То есть практически Да, могу выйти в кинотеатр Или где-то посидеть В ресторане Ну, особенно по ресторанам не хожу То есть мы можем пойти где-то в центр какой-то Посидеть кофе, попить А так, наверное, нет Все время занимает это, наверное, подготовка к тренировкам К играм Плюс просмотр, опять же, игр соперника И, конечно же, мы практически все время уделяем работе Поэтому, с одной стороны, это здорово С другой стороны, плохо, что много очень ограничений было Сейчас уже попроще Поэтому все нормально В данный момент мне очень нравится В Астане Город красивый Люди доброжелательные И, конечно же, самое главное Это для чего мы сюда приехали Это результат, это команда Это болельщики И то, что мы сейчас делаем И осталось совсем немножко Мы будем стараться делать то же самое А вас говорят, что можно увидеть на матчах второй лиги Причем не только на молодежке Астаны Что, наверное, логично Но вас видели и на матчах Женеса Команда, на которую недавно возродилась Что вас приводит туда? Приводит интерес Интерес футбола Молодежка, понятно Потому что там часть футболистов Там 5-6 футболистов Это те, которые с нами тренируются И которые выходят у нас на замены И постоянно за нас играют Женис, интересно Команда возродилась Команда с историей города Нурсултана Даже, может быть, еще раньше назывался Я, если честно, подробности не совсем знаю Но это хорошо, что возрождаются вот такие команды Старые имена, забытые Ну, посмотрите, сколько количества болельщиков мы были На последней игре И, конечно, интерес самого футбола Во что играет Женис И количество болельщиков в данный момент сопоставимо И на нас тоже ходит Столько же, можно сказать Я понимаю, конечно же, болельщиков Заманить можно только игрой и результатом Вот, конечно же, у болельщиков Еще в головах, наверное, сидит та Астана Которая выигрывала чемпионство Играла в Лиге чемпионов Но сейчас время другое Вот, и возвращаясь к вашему вопросу Мне просто интересно ходить на футбол И плюс еще То, что, допустим, я говорил, что мы в основном проводим время в отеле И время посмотреть футбол, провести И, как бы, знаете, время само И получить удовольствие от футбола То есть от молодежной команды и от Жениса Мне просто интересно, сколько я разговариваю с футболистами С тренерами У них вся работа связана с футболом И свое, так можно сказать, свободное время Они не любят проводить за просмотром футбольных матчей У вас это немного иначе То есть вы можете на досуге смотреть там любой футбол У нас немного иначе И плюс еще у меня, допустим, где я проживаю в отеле Есть приставка, там есть все футболы Все футболы И мне интересно смотреть и российский чемпионат И ФНЛ Мне интересно, потому что у меня сын играет в ФНЛ Плюс, конечно же, большие игры и Англии, Италии, Испании То есть и смотрим и нашего Араяна в Кадисе Который, допустим, гол забил в последней игре Да, команда проиграла, но он забил гол Вот, поэтому мне интересные игры И, конечно же, в связи с тем, что Еще раз говорю, ограничения какие-то Все время практически отдаем футболу Про Вато тогда хочу спросить Сейчас вы наверняка видели, что всякие паблики пишут Что в начале 2020 года он играл в погибающем тамбове Сейчас играет в чемпионате Испании Вы чувствуете свою причастность к тому, что вы помогли Раяну так развиться и уехать в большой чемпионат? Ну, не то, что причастность Я не думаю, что мы научили его играть в футбол Он сам хороший футболист И он играл за сборную Армении И все-таки то приглашение, которое он получил Наверное, все-таки больше идет как от сборной Армении От игрока сборной Вот, мы всего лишь навсего Немножечко помогли ему восстановить форму И почувствовать себя в команде лидера Потому что, когда у нас был Вато Мы шли на первом месте и с большим отрывом Да, конечно, когда меняется линия обороны Или меняется часть команды Есть определенные моменты С ухудшением игры То, что, допустим, произошло и у нас в какой-то момент Вот, но что делать? Я могу только пожелать Вато, мы с ним на связи И Тигран Барсиган всегда передает привет ему от нас Мы ему всегда говорим Вато Мы тебя ждем домой Но он смеется Но, как бы, по-человечески, конечно, хочется Чтобы он там зацепился за Испанию Потому что любой футболист мечтает играть Не только в большом клубе Но и в том чемпионате То, что является Испанией Так что мы желаем ему удачи И, конечно, чтобы он продолжал там играть Отлично Вы сказали, что смотрите российский чемпионат Что вполне логично и понятно Я не могу не спросить про московский Спартак Но первый мой вопрос И заход он будет немного другой Вам часто пишут в Инстаграме Спасибо за вашу игру За тот Спартака, который был в 90-х И один из фанатов написал Что, ну, когда же вернется тот спартаковский футбол? И вы ответили ему, что больше его не будет Вы можете расшифровать это? Я так понимаю, что вы в мой Инстаграм заходите, да? Я даже подписан, Андрей Валерьевич Ну, видите, как хорошо, это здорово Подписывайтесь на Инстаграм Андрея Валерьевича А Андрей Тихонов в 11 Ватинским буквами Видите, сейчас все секреты расскажете Конечно Инстаграм мой открыт Пожалуйста, заходите Смотрите фотографии Я, конечно, не всегда это делаю Потому что мне не хватает времени И я, если честно, не настолько там Очень общаюсь с Инстаграмом Что выкладывают постоянно фотографии Или там видео То есть, как бы, мне все равно это помогает Вы общаетесь с болельщиками? Я иногда переписываюсь Отвечаю Потому что, если люди желают Как бы побед Желают добра Почему не ответить Хорошим людям? Те люди, которые пишут грязь Конечно же, я Лично блокирую людей Потому что я все прекрасно понимаю Когда ты сидишь где-то там далеко И тебе 17 лет Или там 14 И ты льешь грязь Несусветную Вот, конечно, я таких людей блокирую Я понимаю, когда идет определенный диалог Претензии, вопросы Даже не в виде претензий А просто в виде диалога И я могу ответить Но когда люди целенаправленно Знаете, как Принижают достоинство других Разными там словами Я считаю, что это неправильно Понимаю Инстаграм открыт Любой человек может Написать все, что хочешь Ему за это ничего не будет То есть, я не такой человек Я лучше Если кем-то недоволен Я лучше промолчу И вообще не буду Не заходить и не писать А есть люди, которые так делают Поэтому я лично сам блокирую Потому что люди, которые Себя ничего не представляют Просто идут оскорбления Унижения и все остальное Вот А то, что Про Спартак Ну, про Спартак Мы все прекрасно понимаем Что, допустим Возьмем ТДСК Полтора года назад Ему дали клуб Дали клуб И когда были результаты Неважные, неважные результаты Даже в одном интервью В конце сезона Он написал Если я останусь в Спартаке То есть, он тоже По своим результатам Не был уверен Что его могут оставить Дальше продолжать Первые полгода Но его оставили Его оставили Он почистил команду Почистил Там 4-5 футболистов Отдали в аренду Вот И провел полноценные сборы И дал результат Да У него есть определенная харизма Он прыгает, бегает Скачет Да, но если это нравится болельщикам Если у команды есть результат Он добавляет эмоций Он открыт Вопросов нет Болельщики Спартака Его полюбили Да, есть определенный момент Когда иностранных тренеров Учат этому делать Учат работать на камеру Потому что иногда Когда тебя камеры не снимают Они ведут себя спокойно Только увидят, что камеры Начинают Определенные моменты Это Их учат так за границей Вот Но не все такие темпераментные Как он Но он дал результат Его болельщики полюбили Отсюда возможно и было Плюс, как я сказал Он почистил команду Пришел другой тренер Все футболисты вернулись Все футболисты Которые были в аренде И которые в данный момент Не нужны были ТДСК И не нужны были Спартаку Они выиграли Кубок Паримач Кубок Паримач Налегке Потому что И Рубин играл По составами И Химки И Сочи Они ротировали Спартак Ротировали состав И Спартак прокатился По ним Там 5-1 4-0 И все Уверовали В хорошую работу И в победы В легком смысле Понимаете То есть они думают Что вот так и дальше Сезон пойдет Но играли же те футболисты Которые не нужны были ТДСК Понимаете А те команды Ставили полурезервные составы Меняли составы Они готовились К чемпионату Спартак легко прошелся И сказали Вот отлично Все пошло Поехало И эти же футболисты Которые не нужны были ТДСК Они начинали сезон Где-то на замену Выходили Кто-то в составе И отсюда Неважная игра Неважная игра Плюс Я думаю Что тренер Не совсем разобрался С футболистами Вот Плюс Определенное невезение Которое было В начале И в данный момент Сопутствовало Я был же в такой ситуации Так же работал И видел такие Когда реально Вот Начинается невезение Плюс Идут какие-то Там Моменты В руководстве С болельщиками В составе Недовольство Одно другое И это затягивает К себе Наверное Может быть Еще и не фарта Не везение футбольное И посмотрите Сколько Спартак Играя в данный момент В каких-то играх Неплохо Но терял очки И этот негатив Накапливался Понимаете И отсюда Как раз И можно сказать Что Вот это то Что происходило Вокруг команды Внутри Вот это и сработало Вот Конечно Столетие Спартака Которое в этом году Будет праздноваться Хотели первое место Я думаю Что очень тяжело Это будет сделать Очень тяжело Это будет сделать Но Но все равно Болельщики Спартаковские Верят в Спартак Так вот Я вернусь К своему вопросу Почему не будет Спартаковского футбола Больше Прошу Потому что Понимаете Должно быть Поколение Наверное Должны Детей растить На этом футболе В клубе Должно быть Направление Чтобы этот футбол Поддерживать Но Подождите Сейчас уже давно Мы говорим Спартаковский футбол Его уже давно нет Его давно нет уже Есть определенные кусочки Этого футбола Где-то может он Знаете Промелькнуть Но Даже не обязательно В этой команде В Краснодаре здорово играли Когда Кононов там был Когда были там Широков Мамаев Там были футболисты Много Ари там был футболист Ну много Хороших футболистов Было это И вот этот футбол Который они играли Где-то Года 3-4 назад Он может быть Чуть позже Он был красивый Красивый Он один из лучших Был в чемпионате России А Спартаковского футбола Вот было у Кареры У Кареры было Когда Они проводили комбинации Очень красивые Очень красивые И по футбольному Красивые И вот Было такое воспоминание Какие-то моменты Но футбол Спартаковский Уже давно никто не играет Я имею в виду про Спартаков А сейчас Ввиду того Что Валерий Георгиевич Карпин Стал главным тренером Сборной Снова всплыло это видео Валера Верим Когда он вышел К болельщикам После матча С Порту Но ведь есть такое же видео Где выходите вы К болельщикам Когда Спартак проиграл С Ангалину И вы вышли К болельщикам Там достаточно Такой жесткий был Диалог Со стороны Фанатов Я вышел Спокойно поговорил Конечно Они просили главного тренера Но это момент работы Это момент работы Если ты Как говорится Наверху Все отлично Здесь вопросов нет Все радостно А когда тяжелый момент Это тоже нужно Пережить Его нужно пройти И не всем это удается А почему вы вышли А не Валерий Георгиевич Ну потому что на тот момент Возможно я проявил инициативу То есть Возможно Карпин был занят Здесь не было Да я вышел Они хотели Карпина Я вышел Поговорили Но они все равно Хотели Карпина И здесь никаких вопросов Не было У нас очень часто Болельщики приезжали На базу То есть Организовывали встречу С руководителем В движении То есть Приезжали Большие ребята То есть Разговаривали с футболистами Это было нормально Когда я работал В Спартаке Насколько тяжело Работать под давлением Понятно что Руи Витория Но скорее всего Он квалифицированный Тренер Потому что Его карьера Это тоже показывает Но когда ты попадаешь В команду Где непонятная Идет игра Какая-то В телеграм-каналах Где болельщики Кричат Чтобы владелец Он продал клуб И многое другое Как ему не потеряться В этой ситуации Учитывая что Есть языковой барьер Есть непонимание Менталитета Тех футболистов Может быть и хорошо Что он не до конца Все понимает Потому что Еще раз скажу Что в Спартаке Очень тяжело работать Спартак всегда Под прицелом Под прицелом болельщиков Под прицелом журналистов Под прицелом Соперников Болельщиков Других команд Это команда Когда ее и любят много Но и ненавидят много И с этим нужно жить И от этого никуда не уйти Поэтому можно сказать Что в Спартаке Должность тренера Это прострельная должность Вот Не даешь результата Посмотрите сколько Болельщиков Ой сколько Тренеров менялось Раньше Раньше допустим Черчесова Там Карпина Убирали за второе место Сейчас второе место Как А уже успех Ну практически успех Вот в том году Был успех Да Конечно все спартаковцы Хотят первого места Все болельщики Сами я думаю Что футболисты хотят Вот Поэтому в Спартаке Очень тяжело работать Очень тяжело Это не так просто Даже нет игры Есть результат Все равно будут говорить Что это не то Это неправильно Но повторюсь что Если кто-то готов Идти туда работать То там реально Нужны железные Да Я вас понял Железные Все Да Мне просто интересно Я еще хотел бы Поговорить про телеграм Канал И в целом Про социальные сети Что сейчас Ну по сути Каждый болельщик Там Организаторы Они могут Ну писать Все Все Что они считают нужным Там сейчас Накинулись на Сашу Соболева Что был он Не был в ресторане Или в клубе И то есть Все это рассматривается Под микроскопом Мне все таки Мне кажется Что в ваше время Ну ввиду того Что не было социальных сетей Каждый не мог снимать Все что он хочет Каждый не мог Выкладывать Все что он хочет Наверное Ну и работалось И игралось Чуть попроще Чем сейчас Да Когда ну Игрок он понимает Что в любой момент Все что он сделал Съел Куда-то пошел Все это может быть Заснято и выложено Тем более Если он игрок Вот поэтому да Раньше у нас не было такого Но все равно Была такая компания Life News Которые могли Из машины Фотографировать Из-за угла И все остальное И все равно Это выкладывалось Желтой прессе Но не настолько Было Объемно Актуально И не для всех Кто смог посмотреть Тот смог посмотреть Понимаете Сейчас Нужно следить За собой постоянно Ну да Пошел в ресторан Вопросов нет Выходи на поле Забивай мячи Тебе никто не скажет Что ты ходил в ресторан Никто не скажет Выходи и забивай Один гол забей Команда выигрывает Наоборот Тебя Болельщики скажут Сань Пойдем с нами Посидим в ресторане Потому что Ты так играешь Ты забиваешь Ходишь в ресторан Ходи Главное забивай Что ты делаешь в ресторане Ты делаешь с семьей Сидишь кушаешь С друзьями Или ты после игры Из заражения Бухаешь там до утра Это разные вещи Человек пошел в ресторан Возможно с семьей Возможно там С другой семьей С друзьями Что ты делаешь в ресторане Это же тоже нужно говорить Если вы Определяете претензии Футболисту И он Эти претензии принимает Значит возможно Что-то было по другому У нас был Рамис Мамедов Такой в команде Олег Иванович Романцев Сам говорил Рамис Я тебе буду сам наливать Если так будешь играть Было такое И об этом писали И говорили Никаких проблем Играй Выходи Покажи результат А потом В одно время Стало тяжело Рамис играть И попросили Спартака Вот и все Здесь ты Или даешь результат У нас тоже вон Спартаке И бразильцы И Арии И это там Часть еще там Велит Она и Москву Можно сказать Что разрывали Понимаете Там ночные клубы И все остальное Выходили Играли Давали результат И все об этом знали Да Велись с ними разговоры Но вот Такие люди Я не говорю только про этих А вы думаете Остальные Там Не лазили Что нигде Есть Устраивает тренера Это его игра Есть какие-то Определенные послабления Ну на сколько послабления Если ты знаешь А может быть Ты и не знаешь Вот Поэтому человек Я про Вы говорите Про Соболева Даешь результат Забивай Кто тебе скажет Какие-то слова Что ты ходишь в ресторан Тебя же оттуда Не выносят Пьяного в дрова Правильно Ты пошел Посидел Какие проблемы Что вы думаете Про телеграм Канал из заремы И Дмитрия Попова И всю ту перестрелку Которая была Ну вы знаете Это не пошло На пользу Спартаку Не пошло Потому что Поднимать вот эти Буква Р Который тренер Подходит Не подходит Карпин Каррера Подходили Там Понимаете Одни Другие не подходят Под букву Ну это конечно Это все Я не лезу в эти Понимаете Здесь другой момент Когда она только Начинала развивать Все это Там многие Болельщики Ее поддерживали Потому что Она Она как бы Выносила то Что болельщики Не знают Но это не касалось Как бы Игры Не касалось Результаты И все остальное А потом в один момент Перестали Результаты Приходить Какие-то Другие моменты Стали играть И как бы Болельщики Очень в негатив Ушли Вот Ну я не буду Говорить Правильно она Дела Неправильно Но если Это не пошло На пользу Команде Если это Знаете Как создает Негатив Вокруг Великого Клуба И нет Результата Я считаю Что Правильно Болельщики Отреагировали На эту Верь Про Фидуна А сейчас По-моему Не один Домашний Матч И не только И не только Домашний Матч Спартака Не обходится Без кричал Фидун Продай клуб Ввиду того Что все Происходит Два Два Вопроса Ваше мнение Как стоит Здесь поступать Леонид Арно Арнольдович И второе Ведь у Спартака Много достаточно Влиятельных И властных Болельщиков На самом Верху Да России Неужели Они никогда Не пробовали Как-то Остановить То что вот Происходит Сейчас Вокруг Спартака Потому что Ну показалось Что этим летом И осенью Все границы Добра и зла Они были пройдены Вы знаете Говорить можно Все что хочешь А кто будет платить По 100 миллионов евро В год В России Много богатых людей Другой вопрос Много А почему тогда Они не берут И не покупают Вот в этом вопрос Вот и я задаюсь Одним вопросом Если столько Болельщиков Столько Ну вон Абрамович Может быть Там пишут Кто там Сын Абрамович Или кто там Да Что такое Ну говорили Вот Понимаете Говорить можно Все что хочешь Болельщики Кричат Да Они выражают Своё Потому что Из года в год Происходится Спартаком Как в этом году Балаган Балаган Понимаете То что Заремы Там закрутили Все это Вокруг В прессу И все остальное Это конечно Огромный негатив Спартаку И уже Понимаете Когда другие Болельщики Реагируют И смеются И начинают Там подколки В адрес Спартака Конечно Болельщикам Настоящим Это противно Отсюда И вот такая Реакция И на трибунах И все остальное Спартак Великий клуб Он должен Оставаться Таким А вот Эта грязь Которая Происходит Поэтому Болельщиков Реакция Такая Вопросов Нет Найдите Этих Спонсоров Пускай Кто-то Купит Клуб Может быть Будет Лучше Но Если Федун Я думаю Что Ему тоже Неприятно Слушать Вот это Регулярно Если Кто-то Стоял бы В очереди Он бы Давно Продал Я думаю Я думаю Понимаете Ему тоже Неприятно Слушать Про Его жену Про себя Вот эти Кричалки И все остальное Но Болельщиков Довели До этого Уже Понимаете Результаты То что Грязь Вокруг Клуба Понимаете Постоянные Передряги Болельщиков Довели Отсюда Такая реакция Такая реакция Все Знаете Как идет Все идет От головы Ну да Я не буду Говорить другую фразу А от головы Как Здесь поставят Так и будет дальше Поэтому Пожалуйста Найдется кто-то Пускай покупает Но пока-то Этого нет Я знаю Что у вас В Казахстане Достаточно много Где встречают Спартаковские Болельщики Я с Астаной Я ездил В Тарас По-моему На выезд И вам Тут С трибуны Кричали Что-то Нелицеприятное Как тренеру Вот Астаны А в перерыве Мы шли Мы через все поле И с той трибуны Вам Уже фанаты Спартака Кричали Там Андрей Валерьевич Спасибо За За все Как часто Вы встречаете Спартаковских Болельщиков Мы были сейчас И в Актау Два раза Вот мы играли С Каспием Два раза Приходили болельщики Мы с ними фотографировались Общались В Уральские болельщики Ребята приходили То есть везде Есть группа Спартаковцев Которые такие Спартак обожают Любят На игры ездят Летают Поэтому Спартаковцы Везде есть Куда ни приедешь Везде есть Спартаковцы Поэтому я говорю Что вот Те годы Когда Спартак Завоевывал Огромное количество Болельщиков В 90-е годы Вот это поколение Как раз еще Оно есть Сейчас очень много У меня даже Друзей Которые перестали ходить Потому что Вот эта грязь Которая Льется отовсюду Плюс нет результатов И как раз Многие Даже у меня Знакомые Которые ребята Вообще прям В фанателе Они просто Перестали ходить Перестали ходить И это Это конечно Это плохо Это Не добавляет Болельщиков Болельщиков Спартаку Любимой команде Это плохо Но Видимо Есть тоже Пределы У болельщиков Есть усталость Есть вот этот Негатив Есть нет Вот этого результата Возможно Игры Которые они ждут Это присутствует Многие Перестали ходить Это печально Учитывая Что у меня Родители Болеют за Спартак Я наверное Нет Так как Они в моем Окружении Много людей Кто болеет За Спартак И в действительности Видно что Переживает Но с другой стороны Я болею за Лондонский Арсенал Поэтому Мне не привыкать Страдать Знаете Я хотел поговорить Про сборную И Казахстана И России Но давайте Начнем Со сборной России Вы после матча С Кипром По-моему Так достаточно Ну может быть Критично Вы высказали Что если такая сборная Кое-как обыгрывает Кипр То К ней есть Большие вопросы Вы знаете Я не говорил Этого Но это вот Дирижируется В интернете Вот Я вам сейчас Говорю Что я Не говорил Этого Я не знаю Откуда Я всегда Мне сейчас Когда мне звонят По поводу Спартака По поводу Сборной Я всегда Говорить Ребята Я не комментирую Я не комментирую Но есть Пресса Которая добавила К моим словам Еще Пока они не будут Нормально играть Я не буду Не буду болеть За сборную России Таких вещей Я не говорю Как я могу Сказать про сборную Я сейчас Вы видите Что ни одного Интервью Моего нигде Не появляется То есть Вообще Я всем Или не беру Трубку Или если Звонок какой-то Я говорю Что я не комментирую Спасибо Извините Все Но есть же У нас Журналисты Которые Что Где-то Что-то Написать Подписать Вы знаете Одну запятую Не там поставить Уже смотрится По другому Поэтому я Таких слов Не говорил Отлично Хотите про сборную Давайте поговорим Вот я и хочу Тогда спросить Как вам сборная Карпина Ну вы знаете Я знаю Валеру Карпина Я знаю Как он работает Мы с ним Вместе работали Вот Я знаю Какой он фанат Своего дела И ежедневной работы Конечно тяжело Когда к тебе Футболисты приходят На неделю На пять дней Все в разном состоянии Все играют В разный футбол В разные схемы Разные требования И привести быстро К этому К единому Очень тяжело Очень тяжело Потому что знаю Карпина Есть тренеры сборной Которые там Тренировали сборной Валера Первый раз Это делает Возможно Для него это новое Вот И нужно к этому Адаптироваться Да У него есть помощники Там Писарев Анопко Которые обладают Тоже Анопко очень долго Работал в ЦСКА Спартаковец Очень долго Работал в ЦСКА Вот Писарев Николай Который сборной Работал И сам работал Как тренером Я их вижу Постоянно на футболе Когда я РПЛ смотрю Вот Наверное Карпину не хватает Время Чтобы сделать Что-то свое Да Он меняет Команду Он меняет команду Просит играть Ее более агрессивное Более Наверное Быстро Схема Возможно Другая Вот Используется Вот И конечно же Сказать Вот что Можно Футболисты Те же Пришел Другой тренер И сразу Кардинально Будет играть Другой футбол Ну Возьмите Любого футболиста Миранчука Головина Вот они умеют Играть в этот футбол Они и будут В него играть Требовать от них Что-то невозможное Они все равно Будут играть На своем уровне Да Можно поменять Там Систему игры Какую-то концепцию Но Все равно Их уровень Мастерства Достаточно Высок И требования Должны Тоже Быть такие же Высокие И конечно То что делает Сейчас Карпин Меняет Невозможно Сдать Просто кардинального Что-то другого Да Как он ведет себя Перед прессой Как он дает Интервью Видно Что он Очень грамотный Специалист Он говорит Карпин Всегда говорил И будет говорить То что он думает Это его открытость Наверное Наверное Позволяет Расположить к себе Болельщиков И это самое главное Но мы посмотрим Как это будет Да У него контракт До конца года Но мне хочется Чтобы Карпин С его амбицией С его желанием С его знаниями Все-таки Закрепился Сборной Дзюба Нужен От такой сборной Здесь все зависит От футболиста Когда Дзюбу Убирали Из Спартака Я работал С Карпином И я знаю Что происходило Как происходило У них Есть определенный Конфликт Потому что Мы прекрасно понимаем Что именно Карпин Убирал Дзюбу Из Спартака И возможно Этот конфликт Ну Не то что Дальше идет А все-таки Игра за сборной Мне кажется Конфликты Не должны быть Все-таки Ты представляешь Сборную А если Ты ставишь Свои амбиции Выше Чем национальная Сборная Значит К людям Будут так же Относиться Но ситуация Смотрите какая То есть Карпин И его вызвал Сейчас в расширенный Список При этом Тут Артем Выходит и говорит Я не в форме Я плохо себя чувствую Мне лучше бы играть За Зенит А выходит И забивает И отдает Голевые передачи За Зенит Но вот о чем И речь Это характеризует Артема Что он не готов Как бы Ту руку Которую Валерий Георгиевич Такого образа Ее протягивает Взять Давайте Мы будем говорить Тогда Слова Карпина Он сказал Когда он Первый раз Разговаривал с Дзюбой Дзюбой Он сказал Да я готов В любой момент Сборная для меня Ну это Карпин Говорил Да И после этого Происходят Вот эти вещи Возможно Дзюба Знаете как То что его не ставили За Зенит В основной состав Возможно Это один из вариантов Как бы отказаться От сборной Может быть то что он и хотел Потому что я думаю Что то что был конфликт Как считают все Может быть еще Где-то сидит в душе Но ведь есть такая цель Что если Дзюба Забьет один гол Он лучше Бородир сборной России Это не может Я считаю Что когда ты играешь В сборную Какая разница Какой тренер Ты представляешь Интересы сборной Тебя любят Вся страна После чемпионата мира Который был В России Да Есть определенные Спартаковские болельщики Не любят Дзюба Там одно Другое Момент Но Когда ты здорово Выглядел на чемпионате мира Тебя же полстраны Полюбило И нужно все таки Вот это то что Болельщинскую любовь Нужно все таки Ее отрабатывать Ты игрок сборной Да Не готов Вопросов нет Не готов Но через сколько Ты будешь готов Через 2-3 игры Ты будешь же готов Ну посмотрим Что будет дальше Посмотрим Что будет дальше Но говорят Что просто Дзюба чувствует Что он вряд ли Вписывается в тот Футбол В ту идеологию То есть он в сборной Черчесова Был такой вожак Он был лидер Да сейчас Карпин От этого уходит Нет единого Капитана Все по очереди И возможно Вот Артема Не устраивает Это положение Ну Значит Значит это слабость Если ты считаешь Что ты не потянешь В этой сборной Значит это слабость Ну один из моментов Я не знаю Артем Или он действительно Считает Что он не готов Или ты уже Боишься конкуренции Или ты боишься Потерять Повязку сборной И не будешь Уже лидером Которому смотрели Все в рот Здесь нужно понимать Или ты Сильный Человек И футболист Или есть у тебя Какие-то Сомнения Которые проявляются В данный момент Так Или я не готов Или другое Здесь уже нужно Принимать решение Самому Или я играю За сборную Или не играю Есть еще мнение Что тот футбол Который ставит Карпин Он очень энергозатратный Футболисты Российские Не привыкли К таким скоростям К таким требованиям К тому что Там нельзя сладкое В сборной Там нельзя пиво Еще вот какие-то Другие вещи Которые он запретил Насколько сможет Валерий Георгиевич Поставить Этот футбол Опираясь Только на Российских Футболистов Ну понятно Я имею в виду Что в клубе Он все равно Он может Взять опорника Который Ему нравится С другого Чемпионата Еще Но в сборной Все равно Он ограничен Российский Есть же неплохой выбор Допустим Российских футболистов 100% Но он После того Как они провели Три матча Сказал Что там Нас хватает На 20 А минут На 30 А минут Я о чем и говорю Что когда сборная Готовится К чемпионату мира Или к чемпионату Европы Есть время Подвести команду Там за месяц К тому состоянию Которое ты хочешь И то не всегда Получается Вот И повторюсь Еще Что Если В командах Карпин допустим Будет использовать схему 4-3-3 Правильно В атаку Черчесов Использовал схему В три центральных Защитника Многие команды Играют в три центральных Защитника И не меняют Эту схему Вот Есть определенные Требования Которые выдвигают Разные тренеры И подвести всех Допустим К единому То что хочет Карпин Не всегда получается Вы говорите Про энергозатратный Футбол Да Он сам по себе Энергозатратный Футбол Понимаете И многие футболисты Которые уезжают В Европу Они говорят Мы столько не тренировались В жизни никогда Сколько мы тренируемся Сейчас Потому что Они там тренируются Вот и до Наш менталитет Не позволяет Потому что Если у нас тренер Начинает гонять Гонять Или делать Какие-то Огромные требования К футболистам Предъявлять То почему-то У нас Футболисты Сразу начинают Жаловаться руководству И говорить о том Что тренер плохой Если то же самое Сделает Вот и иностранец То все нормально Здесь другой момент Здесь другой момент Возможно Наш менталитет Возможно То что Некоторые Требования Тренеры Менее требовательны Лояльны к футболистам Потому что Не хотят портить Отношения С футболистами Отсюда такой момент Идет Плюс иностранцы Все Со своим менталитетом Языковой барьер Конечно же Со своими трудностями Все И очень тяжело Всех под одну гребенку В Европе нет проблем Ты профессионал Ты выполняешь От и до И без разницы Кто ты Чего и как Понимаете Здесь Есть Есть тяжелый момент Есть Не всегда Получается Это Но Я надеюсь В скором времени Это уйдет Хочется Чтобы это ушло Да Будем надеяться Про сборную Казахстана Вы наверняка же Следили за тем Что И с Украиной Мы сыграли В ничью И с Боснией Достаточно Крепкие Команды А сейчас Мы снова играем И с боснийцами И с финнами Как вам сборная Казахстана По тематику Вы знаете Иногда команда Когда играет Робко Это видно Но когда Сборная Начинает играть Открыто И начинает Проявлять Как бы Зубы Умеет Команды играть И здесь Без разницы С кем играть Понимаете Они Играли с Украиной Да Робко Начали там Потом Пропустили гол Раскрепостились И пошла игра И пошли атаки То есть Команда умеет играть В команде Довольно таки Калифицированные Футболисты Единственное Что менталитет С которым Футболисты Выходят Наверное Мешает Мешает Потому что Мы все Прекрасно Представляем Что Мы думаем Что мы слабее Мы слабее Почему с Францией Команда играет Пытается играть Какая разница Чемпионы мира Да Исполнители Супер Вопросов нет Надо играть Какая разница Ты проиграешь Там 3-0 Или 2-0 Но если ты Играешь И не боишься Играть футбол То что Дело Сборная Казахстана Дело И с Украиной делала И С Боснией Герцеговиной Понимаете То есть И с финнами С теми же Когда команда Играет футбол За нее приятно Болеть Когда она не боится Играть футбол И болельщики Видят Что они могут И самодача У ребят Из Казахстана Она запредельная Поэтому они молодцы Я сидел И болел За сборную Сидел Болел за сборную За нашего Куата болел Понимаете За Абата Аимбетова болел То есть Как бы За Бесебекова То есть Все равно У тебя есть там И свои ребята Ну и сборная Потому что Ты хочешь Чтобы сборная Играла лучше Хочется Чтобы видеть Люди Чтобы ходили Улыбались На улицах И говорили Про сборную И это хорошо Потому что Потому что Мы знаем Прецеденты Допустим В России Когда чемпионат Проходил Сборная Как бы она Не играла Но все равно Победы Вот это Придают Хорошее настроение Наверное Всей стране И конечно Я переживал Тоже за сборную Казахстана Ну хорошо Я знаете Я хотел еще Спросить Вы видели Последнее Интервью Сергея Николаевича Галицкого Ну не совсем Но читал Некоторые моменты После его Ну конечно Мы желаем Здоровья Сергея Николаевича Мы не знаем Что конкретно Но мы понимаем Что что-то Да серьезное Что не позволяет Ему присутствовать На матчах Ну Оно такое И грустное И местами Где-то Очень сильно Правдивое Не было Ощущение Что после Сергея Николаевича Краснодар Он может Закончиться Как бы Этого Бы Не хотелось То есть вы знаете Немного И изнутри Вы работали Там Вы представляете Как это все Устроено Ну очень тяжелый момент Если честно Тоже не знаю Что происходит Но читается Сквозь строк Его интервью Потому что Я не смотрел Я читал Читается сквозь строк Что И когда вот эти слова Что На одном Галицком Краснодар Не должен заканчиваться Как бы Очень смутные Сомнения какие-то Я даже позвонил Одному человеку Который ближе И если честно Никто не знает Никто не знает Что происходит Возможно Какая-то может быть Болезнь Есть Может быть На фоне Знаете Отъема Продажи Магнита Магнита Той корпорации Которую он делал С ноля Это Его была жизнь Это Знаете Когда человек Поднимает И потом Получается В какой-то момент Я не знаю Что произошло Вот эти два слова Я назвал Или продажи Или как-то Это выглядит Возможно Подорвало Наверное Здоровье Все-таки Все болезни Которые у нас есть Много от нервов Или наследственные болезни Но хочется пожелать Сергею Николаевичу здоровья Когда человек Не может присутствовать На играх Своей команды Это конечно настораживает Потому что То что он делал В Краснодаре Академию Этот парк Огромнейший Представляете Это Я думаю Что Даже при живом Сергея Николаевича Дай бог ему здоровья Нужно прям Где-то поставить ему Памятник В этом парке Потому что Человек Очень много делает И футбола И вокруг Сколько школ Он надел И много детей Занято футболом Вот И не знаю Если честно Не знаю Что происходит Но конечно Хочется Чтобы его дело жило Лучше пускай При нем это живет Путкай Вот Но Вот такие интервью Сквозь строк читаешь И честно Поражаешься Потому что Он даже Когда я там работал Он даже Три-четыре раза На тренировках В неделе присутствовал Не то что Только на играх А три-четыре раза На тренировках Главной команды Плюс в академии Он практически Всех ребят Знал по имени Знает по имени Знает по имени То есть Когда люди заходят Он заходит туда Он практически Ребят видит Он со всеми здоровается И разговаривает с ними То есть Настолько Знаете Любящий детей Человек Обожающий Наверное И его Такая же реакция Детей В его сторону Что Не хочется Даже о плохом думать Вы сказали Что он часто Бывает на тренировках В связи с этим И в этом его интервью Да Бывал И в этом его интервью Спрашивали И вообще Есть такое мнение Что Сергей Николаевич Сильно вовлечен В работу Тренерского штаба Вы работали В тренерском штабе Краснодара Вы можете сказать Это правда Не правда Это правда Потому что Мы собирались И он нас Собирал И тренерский штаб И разговаривал Потому что Его интересует Любой момент Какие решения Принимает тренер Какая реакция Помощников На этот Другой Какой-то момент На тот или иной Плюс Тренер Если делает какое-то Тело движения Я имею в виду В плане футбола Каких-то В тренировочном процессе В игре Он должен знать Что, почему и как И для чего Это делается Если тренер Не может объяснить Почему он это сделал Тренер сразу Я так понимаю Что В его глазах Наверное Гаснет Как специалист Потому что Любое Любой момент Любое действие Тренера Он должен Правильно И четко Объяснить Сергею Николаевичу Почему Он сделал так Или не сделал По-другому То есть Тренер должен Уметь еще Это делать Понимаете Не только Принимать решения Но объяснить Почему Куда он двигается Что он сделал Чтобы улучшить Что он сделал Чтобы поддержать Понимаете Это Знаете Как школа Для тренера Это тоже школа Как экзамен Сергею Николаевичу Это была школа Это не просто Ты говоришь И выражаешь Своё мнение Ты должен Сказать Для чего Почему И что будет В будущем Если ты будешь Так работать Понимаете Не так просто Он в этом же И интервью Сказал Что для меня Важно Чтобы команда И играла в атаку Пусть она проиграет Но чтобы она Играла в атаку Вы знаете Я много с этим спорил И даже находясь там Мы с Сергеем Николаевичем Дискутировали на эту тему И были игры Когда Можно играть было В оборону И команда Проигрывала Но все равно Стояло на этом Что нужно играть было Я иногда говорил Что Иногда нужно Сохранить Результат Но будут победы И болельщинские победы И очки Которые команда Поднимается И еврокубковые очки И выход из группы И все остальное Но Вот тогда Движение вверх Сергей Николаевич Инициировал Только движение вверх В плане футбола В плане футбола Да Играли в еврокубках Каждый год Но Как он говорил Моя команда Должна радовать глаз Мы должны Играть только Вперед В атаку Мы должны Дарить Наверное Болельщикам Счастье Вот этой игры Футбол Красивый футбол И атакующий футбол Но Вот эти моменты Оборонительного плана Конечно Немножечко Уходили вниз А давайте Мы поговорим Про вас Как вы поддерживаете Себя в такой Прекрасной форме Я разговаривал С половиной Команды В Астане Все говорят Что вы на тренировках В очень Хорошей форме Не не я не тренируюсь Они обманывают Я так немножко Поддерживаю форму Но в основном Хожу тренажерами Но вы играете Жизнь с ними И в квадрат И все Играю Играю Но это Если ты умеешь Оно никуда не уходит А если ты себя Немножко еще поддерживаешь Физически И пытаешься Не отрастить себе Живот Любыми способами Как можно быстрее Тогда тебе легче Это делать Поэтому Я стараюсь Я могу встать Допустим Я сегодня встал В 8 Пошел в тренажерный зал Пробежался Позанимался Когда есть время Когда еще раз говорю Почему я много Время провожу в отеле Очень хороший спа Очень хороший Тренажерный зал Плюс Тренировки Иногда С главной командой Где-то поиграешь Иногда с теми Кто мало играет Ну пытаюсь себя Поддерживать в форме Потому что Не хочется распускать Потому что Если живот уже начал расти Он и будет расти Только вперед То есть нет какой-то Специальной диеты А я не хочу этого Поэтому Есть диета Конечно Я стараюсь И мало есть Если нужно будет Я пойду в баню Чтобы скинуть вес Потому что Мы все прекрасно понимаем Мы можем иногда И покушать Понимаете Пить я не пью практически Могу пиво выпить иногда А так Чтобы серьезные напитки Для меня уже давно Табу Вот А пиво Знаете как спортсмены Многие спортсмены Пьют пиво Многие Вот Но смотря сколько его пить Если ты будешь постоянно пить И заедать Конечно Будет арбуз вот такой Поэтому я стараюсь Себя держать в форме Я могу себе позволить Но это редко У вас нет проблем С лишним весом Ну в плане Вот как у футболиста Бывает что там Уехали домой Приехали там Плюс 5 кг Бывает Бывает Я могу привезти И 2 и 3 кг А что такого Но ты прекрасно понимаешь Если ты привез То нужно их кому-то отдать А и на протяжении карьеры Вы тоже Барону Вы следили Конечно Конечно Потому что Когда большие игры Когда жара И ты можешь потерять за игру 3 кг Но потом можешь прийти И там Эти Очень быстро восполняются Потерянные килограммы Особенно когда ты пьешь Много воды И кушаешь еще И все остальное Поэтому знаете Организм То он Сохнет То он То худеет То толсеет Для больших Команд Когда идут серьезные нагрузки А когда жара Все по-разному Это хорошо У кого допустим Конституция Он как видите Анопко у нас был Он что ест Что не ест Все время Одинаково Не толстеет Не худеет Один вес Понимаете А вот у футболиста Мне тоже Мне приходится Очень много над собой работать Чтобы быть в нормальной форме Вы слышали про диету Овчинникова Что он раз в день Но только ест Ну значит Он знает свой организм Если будет он Три раза в день есть То тогда будет так То же самое Понимаете Значит он знает свой организм Расположен Он к полноте Не расположен Он хочет тоже Хорошо выглядеть Это молодец он Вы выдвигаете Какие-то требования Для футболистов Останавлив Плани питания Или это остается На профессионализме Вы знаете Я не как Карпин Я не запрещаю Кушать сладко Я понимаю Что если бы У нас была база Своя Но у нас ее нет Можно было бы Наладить питание Там наладить Кухню И все остальное Но когда мы заезжаем Только кушать Допустим в отель Перед игрой Да у нас есть Определенные моменты Но никто не запрещает Ни сладкое Ни масло сливочное Там ничего Понимаете Главное не в этом Главное выходить И выигрывать Но есть фитнес Какие-то тесты Ну показывающие Кто как Набрал Не набрал Или в этим Есть весы Есть жировая Прослойка Которая у каждого В организме У кого-то У какого-то Чуть больше У кого-то Чуть меньше Вот Но Повторю Что Я считаю Что Да у нас есть Определенные взвешивания Вот Которым мы стараемся Придерживать Чтобы вес был нормальный Еще ребята Сами профессионалы Они прекрасно понимают Что Если будет вес 2-3 килограмма Это лишний вес Это травма Это любая травма Начиная От надрыва мышц И заканчивая Крестообразными связками Не дай бог Это Человек вылетит надолго Поэтому мы следим За ними У нас регулярное Мета-обследование И Конечно У нас ребята Все профессионалы Практически все Знаете Еще какой У меня есть вопрос Что вы почувствовали Когда Ваш сын сказал Что хочет стать Футболистом Они не почувствовали Это И я не почувствовал Просто я их отдал Футбол Это ваша И они у меня С детства Занимаются футболом Да Ну а что я мог сделать Когда ты сам футболист И Можно чем-то помочь Я имею ввиду В плане Каких-то тренировок Чтобы они ездили Есть машина На которую можно возить Есть возможность Почему нет Вы в этом плане Как сказать Переживательный папа Были в детстве Очень сильно Очень сильно Потому что Когда не получается Я очень сильно переживал Им сильно попадало Ну сильно Да Конечно Где-то правильно Где-то неправильно Но все равно Мы родители Мы хотим Чтобы наши были дети лучше Не всегда это получается Но мы на это надеемся Потому что Сегодня где-то не получилось Завтра получится И мы все равно Думаем Что наши дети Будут лучше Михаил вам часто Звонит За советом Что-то спросить Какие-то игровые ситуации Или это такая ситуация Что он уже сам Вы знаете Я ему сам даю иногда Как бы Моменты вот эти Вот подсказываю Но он мне все время Недоволен этим Потому что Я ему так подсказываю А тренер возможно Требует по-другому Возможно Вот Но все равно Какие-то моменты Я ему все равно Подсказываю Он очень внимательно слушает Как вашему тяжело Быть сыном Тихонову Тяжело конечно Потому что Еще раз говорю Очень сильно влияет Ответственность большая Плюс Все же думают Что По блату Папа двигает Папа куда-то чего-то Да Можно было где-то помочь Я ему там Мы его брали В Енисей Он там тренировался С лучшими футболистами Которые у меня были в команде В команде Выходил Иногда играл А почему отец Не может помочь Ты ему можешь помочь На начальной стадии А потом все равно Ты же не будешь за него Футбол играть Он сам должен играть Поэтому где-то помочь В начале Это я думаю Что любой родитель Это сделает Когда есть возможность Но он не бросит Своего сына Давай Вылезь здесь Вылезь Это можно Вон В море бросил Выплавишь Выплавишь Понимаете А здесь все равно Нужно помочь Чем занимается Ваша супруга Супругу Дома Вы живете в Москве Постоянно Я живу в Подмосковье Я как родился В Подмосковье Там живу Поэтому Воспитание детей Уборка Еда Ну весь домашний уют Весь домашний уют Плюс Возить на тренировки И заниматься Все остальное У нас нет ни нянек Ни этих Ни уборщиц Никого Это наверное Правильнее Ей задать вопрос Но я спрошу Задайте мне Давайте я вам Я задам Насколько быть тяжело Женой футболиста И главного тренера Я имею ввиду Разъезды Я имею ввиду То что вы Здесь привычка Вот так В таком состоянии Она находится Практически уже 27 лет Как мы женились Вот И практически Да Мы когда Я играл в Спартаке Там вообще всегда За два дня На сборы заезжали То есть Я мог приходить На полдня А потом два дня нет А игры Постоянно осенью И Лига чемпионов И Кубки И чемпионат И поэтому Да Это Это привычка уже Это привычка Я считаю Что если Жена нормальная Жена нормальная То она может С этим потерпеть Потому что Есть определенный Достаток В доме Потому что В основном На этой теме Идут разногласия Среди В семье Понимаете Когда есть Определенный достаток И он Как бы регулярный То есть Можно Закрывать На какие-то Моменты Что у меня нет Дом Потому что Я Работаю на семью Я работаю на семью На воспитание детей На Как они растут На свой дом Ну Работаю на семью Поэтому Есть моменты Конечно Тяжелые для нее Когда постоянно Нет дома Это тяжело Но это компенсируется Другими моментами Это может быть лучше Знаете Когда Нет дома Приезжаешь Как праздник Понимаете То есть Не то что Каждый день Кто-то кого-то Пилит Лупит Там и все остальное Я не скажу Что это К лучшему Лучше Конечно Жить дома И каждый день Праздник Но Мы не можем Все иногда Позволить Такие вещи Вы скучаете По работе На телевидении Нет Я сейчас получаю Огромнейшее удовольствие Работая В футбольном клубе Астана Если я не буду Работать здесь Я возможно Может быть И вернусь туда Вы когда Вы приезжаете В Москву Вас зовут В студии Да Ну это нормально Это нормально Нравится эта работа Я вот к этому Я не имел ввиду Это интересно Это интересно Потому что Ты всегда в прямом эфире Ты не можешь ошибиться Ты себя контролируешь Ты контролируешь Своё слово Потому что Когда люди смотрят И видят Что если футболист Не в теме По одному и тому моменту Как вот по разному И футболист Я уже понимаете Давно не был В прямом эфире Немножко стало Когда Ошибается человек В прямом эфире Путает слова Ошибается в теме То это ненормально Поэтому ты Должен помимо Темы Знать О чём будет разговор И ты должен поддержать Ещё другую тему Любую Которая касается Там правил игры Одно То есть ты должен быть В курсе всего Поэтому Сколько было моментов Допустим Я приезжаю На матч ТВ Сижу Смотрю один футболист Другой футбол Прямо там И потом Иду на передачу Чтобы быть в теме Потому что приходить Просто и лить воду Так и так Общими фразами Это ненормально То есть тебя будут Воспринимать то же самое Поэтому Мы Многие из нас ходили И все прекрасно понимаем Что есть у каждого Своё видение На тот или иной Футбольный момент И конечно были и споры И разногласия Но это нормально Вы следите за каким-то В городки Помните Такие игры Большой теннис Я могу играть То есть как бы Мы росли на улице И мы играли во всё Потому что у нас не было Ни интернета Ничего не было Мы выходили И были Знаете Предоставлены Сами себе Во что хочешь В то и играй А что у нас было Это на улице Теннисные столы стояли Эти баскетбольные кольца Что там Сетка волейбольная И мы с утра до вечера Это делали Поэтому Мы немножечко Другие люди Это сейчас Вон Дай коньки кому-нибудь Они скажут А куда их нужно Одевать на руки Или на ноги Вот чем речь На всякий случай На ноги О чём мечтает Андрей Валерьевич Тихонов Я Во-первых Я Мечтаю Чтобы В этом году Не мечтаю Я прям хочу Занять первое место С командой Чтобы Вернуть звание Всё-таки Астане Потому что С этими футболистами Мы способны это сделать А если мы Не применители А если не применители На футболу Хочу Чтобы мои Всё-таки Наверное Сыновья Играли в Премьер-лиге В футбол Я вас Спрашивал Год назад Про Спартак Я тогда Спросил Что есть ли Желание Вернуться В Спартак Вы сказали Что только При условии Доверия Понимания Где Как Работать Я думаю Что все Болельщики Кто посмотрит Это Они бы Они хотели Чтобы вы Оказались В Спартаке В том или ином качестве Вы не хотите Я хочу Спокойно жить Хочу Спокойно засыпать И просыпаться Потому что Действительно Если ты Идешь Работать В такой клуб То ты должен Готов быть Ко всему Вот У меня была Ситуация Когда я работал В Самаре И понял Что это такое Предательство Когда тебя Предают Люди Которые работают За спиной Вот И нервы были И здоровье И все остальное А здесь Я говорю Про Спартак В плане От большой Очень большой Ответственности И поэтому Хочется Долго жить И радоваться Своим сыновьям Которые будут Играть в футбол В плане Потому что Вы говорите Про Спартак Я имею ввиду То что Очень тяжело Работать там И я хочу Спокойно жить Поэтому Я не рвусь Я не рвусь И К этому Действительно Нужно быть готов В данный момент Я думаю Что я к этому Не готов еще Спасибо большое Вам Андрей Валерьевич Спасибо большое Что вы пришли Подписывайтесь На наш Ютуб канал Нас вскоре Ждет еще один И интересный гость Спасибо всем большое Спасибо Спасибо